Спасибо, друзья. Вы представляете, какие вы крутые, представляете, какая у нас шикарнейшая география, да? Вот, насколько мы, как говорится, реально сообщество, а не живем в одной деревне на параллельных улицах, да? Вот, для чего мы вообще здесь собрались? Меня зовут Андрей Алисеев, я лидер сообщества Меркурий. В сообществе я уже около шести лет, вот, наверное, скоро будет в декабре или в конце ноября я найду все-таки эту дату. Когда я познакомился с сообществом и обязательно, как говорится, постараюсь сообщить, мое день рождения в сообществе, шесть лет у меня будет. Вот, скажу честно, с того времени, как я познакомился с сообществом, моя жизнь изменилась. Она и так, в принципе, была довольно нескучной, вот, но, скажу честно, она стала лучше. Лучше. Почему лучше? Потому что я очень многое переосмыслил в своей жизни, я очень много принял интересных решений, я очень много себе что разрешил. Вы это сможете сделать только тогда, когда у вас будет свобода, только тогда, когда у вас будет энергия, здоровье и свобода от денег, и вы сможете остановиться и подумать над смыслом жизни. Кто вы, куда вы идете, для чего вы родились, какие ваши таланты и зачем вообще все это, да? Не просто же так говорят, жизнь игра, да? Для чего вся эта игра в этом теле, чтобы вы прошли какие-то определенные уроки. Ну, а теперь давайте проанализируем, что у нас происходит вокруг, да? Вот, мы сейчас, я думаю, вы тоже заметили, как у нас очень серьезно меняется мир. И причем, если раньше изменения, перемены были буквально там 10-15 лет, потом стали сокращаться 8-7 лет, потом 5 лет, 3, а сейчас уже все, год-два перемены. Они настолько кардинальны, что мы иногда часто даже за ними не успеваем. Но надо успевать, потому что выживает не самый сильный, самый восприимчивый к переменам. Поэтому будьте восприимчивы к переменам, расширяйте свое сознание, начинайте понимать, что мир не стоит на месте и нужно развиваться. Мы живем сейчас в информационном мире, а это мир информационных технологий, это мир, когда информация просто молниеносным образом долетает до каждого из нас. Вот видите, мы сегодня сидим от Неаполя до Камчатки, да, и можем в онлайне, у каждого разные часовые пояса, но мы можем в онлайне себя видеть. Если в меня вы даже можете видеть, себя слышать, да, те, кто задаст вопросы, вы услышите себя и в записи в том числе. Вот, то есть раньше мы этого даже не могли представить. Помните, как мир изменился, когда появился мобильный телефон? Я думаю, каждый из вас помнит свой первый мобильный телефон, да. Не знаю, как у кого, у меня это был Siemens C35, такой с небольшой антенночкой, очень прикольный телефончик. Потом уже, конечно, Nokia, но это же круто было в то время. Вот, поэтому также пошли перемены бурными потоками и после, я уже не буду говорить там, кризисы, вы видели, да, все, что происходило. Давайте самые последние перемены возьмем, пандемия, да, и говорят, она не последняя. Вот, и раз уже протестировали определенный этот вирус, они уже просто немножко будут его подкручивать и дальше использовать как оружие. В итоге, да, те, кто хотят управлять этим миром и контролировать процессы, происходящие, да. Вот, поэтому на данный момент вы помните, да, что происходило у нас в пандемии, как этот мир поменялся, как всех закрыли, и мы не могли понимать, что происходит. Вот, и только все участники нашего сообщества спокойно, стабильно получали выплаты и не было никаких проблем. Вот, помните, как два, почти уже, да, скоро будет два года назад, как изменилось мир после начала СВО, да, просто кардинальным образом. Те, там, банковские карты, Visa, MasterCard, которые всегда хорошо работали, всю нашу жизнь хорошо работали, сейчас перестали работать, да. А что произойдет после введения цифрового рубля, который уже, в принципе, введен, единственный момент, он плавно наращивает свои обороты, мы еще пока этого не почувствовали. Я скажу вам честно, что мир тоже серьезно изменится в ближайшие, там, год, два, три, потому что цифровой рубль – это уже совершенно другая история, это уже история, как бы, глобального контроля, я бы даже так сказал. Вот, и буквально год назад ворвалась нейросеть, искусственный интеллект, это полный, полный переворот, друзья мои. Сейчас в ближайшие 3-5 лет полностью перекроится вся индустрия трудового рынка, поэтому все, кто не будут успевать, окажутся за бортом. Если один оператор нейросети может заменить отдел маркетинга в 20 человек, то вы понимаете, да. Я вот всегда неустанно рассказываю про этот чудесный город, Иннополис, да, под Казанью недалеко, это IT-столица Татарстана. Обязательно туда съездите, как только появится у вас возможность. Там живут айтишники, айтишники разных компаний, Яндекса, многих банков и так далее. Они все, как бы, в кампусе в таком соединены, у них такой свой город, свои микрорайоны. Так вот, там уже нету, там нет ни продавцов, ни официантов, ни кассиров, ни курьеров, ни таксистов, никого этого нету. Все полностью обслуживающий персонал – это роботизированная техника. Это роботы, которые разводят еду от адреса до адреса. Это Яндекс.Такси без водителя. Вы только в приложении назначаете адрес, и она отвозит вас без водителя. Руль сам крутится, да, представляете, руль крутится. Раньше, помните, был такой момент, когда трамвай первый запустили, люди не верили, что там внутри нет лошади, да. Поэтому кому-то даже разбирали, смотрите, нету лошади, трамвай едет там на другой тяге, да. Так же и тут. Не верится, что в такси не может быть водителя, да, и руль сам крутится и довозит вас до той точки, которая вам необходима. А это уже наша реальность. Это здесь уже и сейчас происходит. Поэтому, друзья мои, все, кто не будет успевать за изменением этого мира, те превратятся в динозавров. А вы знаете, да, свойство динозавров? Вымирать. У динозавров есть шикарное свойство вымирать. Поэтому не превращайтесь в динозавров и идите в ногу со временем. Я многими из вас реально сегодня горжусь, серьезно горжусь. Несмотря на многие возраст, многих некоторых моих участников за 70-60, но настолько как бы вот это желание учиться, желание жить. А с каждым днем все, кто находится в нашем сообществе, приобретают еще большее огромное желание жить. Вот. Я восхищаюсь такими людьми, которые всегда идут вперед и учатся, всегда, каждый день учатся. Именно поэтому это огромнейший секрет вечной молодости, друзья мои. Запишите. Это постоянно учиться. Как только вы скажете себе, стоп, я все знаю, я все прошел, там, не знаю, мне ничего не интересно, там еще вот эту всякую вот эту муть, знайте, что вы выписали себе такой входной билет в морг. Поэтому я просто немножко вас трезвлю такими тяжелыми, как говорится, мыслеформами. Но как только вы сказали, что вы уже все в этой жизни изучили, вам она неинтересна, то все. Что, кажется, по сути, вы сказали матушке природы, что моя миссия в этом воплощении закончена, списывая меня, понимаете, да? Не рекомендую так делать, потому что чем больше вы сможете изучить в этой жизни, узнать, познать, ощутить, пропустить через себя, через свое тело, чем больше, тем больше придет ваша мудрость, и тем больше вы сможете взрастить свою душу. Вот, и тем более крутым человеком вы встанете. Ну, говорится, мы про деньги, да, но деньги у нас просто есть. Вот, я вам расскажу, как их взять, это очень просто, у нас они просто есть. Поэтому мы говорим о других немножко вещах очень часто. Мы говорим о счастье, мы говорим о свободе, мы говорим о любви, мы говорим о других вещах, да, потому что люди, у которых уже есть деньги, они говорят уже немножко на другие темы, потому что вопрос с деньгами уже закрыт, понимаете, да? Поэтому я желаю каждому из вас услышать вот сегодня, все, кто останется вот до конца данной презентации, услышат очень много полезного и интересного. Вот, поэтому учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Это секрет вечной молодости, вечной жизни. Поэтому чем больше вы будете учиться, тем больше вы будете жизнерадостным, у вас будет энергия. Потому что матушка природа будет смотреть вас как на отдельную особь, а эта особь продолжает учиться, потому что цель жизни – это школа учиться. Да, вы не забывайте, что вы не человек, проходящий духовный опыт, а вы душа, проходящая, проживающая человеческий опыт, понимаете, да? Чем больше у вас будет человеческой жизни, тем больше человеческий опыт вы можете пропустить через свое тело, тем больше ваша душа выучит уроков жизненных, настоящих. А ведь это самые важные уроки в нашей жизни. Это уроки такие, можно сказать, низковибрационные, как гнев, зависть, осуждение, злоба, какие еще есть, да? Я уже, я немножко настраиваюсь сюда на другую волну, поэтому уже забываю про вот эти вот уроки, вот. И которые приводят, кстати, к бедности, вот. Вот, и, конечно же, высоковибрационные уроки. Это те уроки, по-хорошему, вот эти все уроки нам должны были преподавать в школе, вот. Но мы выходим со школы, по сути дела, безграмотно, по жизни безграмотно, и в денежном выражении мы тоже безграмотны. Вот, именно поэтому мы здесь даем очень много информации, мы здесь даем, по сути, образование. Вот, следующие уроки – это урок благодарности, урок любви, урок прощения, урок принятия, урок… Давайте еще помогите мне, да? Вот эти вот уроки высоковибрационные тоже, их можно пройти, их можно перечислить, там больше ста таких вот уроков, вот. И поверьте мне, еще учиться, учиться и учиться. Поэтому и в сфере денег надо тоже продолжать учиться, потому что эта сфера кардинально меняется. Именно поэтому все старые методы заработка денег также потихонечку отмирают. И остается только в основном один вид заработка – это инвестирование. Но даже и это, этот термин очень серьезно изменился. И если раньше под инвестированием мы четко понимали классику – это инвестиции в недвижимость, облигации, там, что фонды, рынки, да, вот это все основное. То сейчас инвестиции – это просто вложение. И вложение во все, что угодно, да? Есть инвестиция времени, инвестиция ресурсов, денег, материальных, нематериальных активов. Серьезно, сегодня даже картинки NFT, картинки в интернете стали инвестициями, стали активами. Вы себе представляете? Одну-две картинки можно продать за 2-3 миллиона. Ну, мир сошел с ума, да? Люди покупают участки на Луне, на Марсе и считают, что они вау, крутые. Это супер-мега инвестирование, да? Вот, понимаете, да? Мир не только изменился, он просто кардинальным образом меняется. Эта эпоха, этот век, информационный век, просто перекроит всю нашу жизнь. Поэтому наше сообщество, раньше так нельзя было. Вот сейчас наше сообщество уже как несколько лет, это где-то около 4 лет, разработало все-таки, разработало и активно инвестирует в денежные потоки. И причем инвестирование можно начать с любой суммы. Наше сообщество существует уже больше 10 лет. Я уже больше 6 лет и активно вижу тренд развития сообщества. Все, о чем мы мечтали когда-то, когда я еще пришел в 17-18 годах, сегодня уже все это создано, все это реализовано. И постоянно во времени изменяется и совершенствуется. Это от дорогого стоит, друзья мои. И дальше я вам расскажу про это более подробно. Теперь вернемся к нашим, как говорится, инвестициям. Теперь чуть поподробнее давайте разберем само суть инвестирования. Потому что само инвестирование всегда оценивается двумя факторами. Первое – это прибыльность и риск. Вот казино – риск большой, прибыльность тоже большая. Где-то шанс 1 к 37, что вы сможете обыграть казино. Но вы знаете, что это практически шанс настолько минимален, что он именно приводит к тому, что зарабатывает именно хозяин казино. Либо, допустим, инвестирование в государственные ценные бумаги. У каждой страны есть государственные ценные бумаги, и эти ценные бумаги можно также инвестировать. Но опять-таки риск минимальный, но и прибыльность очень минимальна. Часто прибыль за инвестиции в эти государственные ценные бумаги меньше даже, чем инфляция. Поэтому на данный момент у нас в сообществе инвестирование в денежные потоки является самым идеальным сочетанием прибыльности и риска. Причем у нас самонастраиваемая стратегия. То есть у вас кабинет. Кстати, у вас, если еще нет кабинета, возьмите ссылочку у вашего пригласителя или лидера и обязательно зарегистрируйтесь. В этом кабинете есть вся подробная информация. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но вы полностью будете иметь доступ к информации. Это пища для ума, чтобы сесть, подумать, посчитать и принять правильное для себя решение. Вы в кабинете можете настроить свою стратегию самостоятельно. И это очень дорогого стоит. Если же у вас еще нету ссылки на регистрацию, там бот вверху в чате инициатива у нас раскидывает объявление такое, где опытные консультанты, лидеры, в этом списке я тоже есть, выбирайте себе любого, кто вам по душе, пообщайтесь и регистрируйтесь. Именно с этим лидером вам придется дальше общаться, он вас будет обучать всему, всем азам. У нас есть базовые инструменты. В нашем фонде коллективного самообеспечения есть 5 базовых основных денежных потоков и 12, по сути дела, вспомогательных денежных потоков. Я лично выделил на сегодняшний момент 17 денежных потоков в нашем сообществе. Но это не все возможности, возможности намного больше. Но сейчас на сегодняшний момент их 17. Представляете, друзья, да? И причем у каждого потока есть как бы свои подвозможности. Финансовый мир сейчас вообще стал очень запутанным. Вы заметили, да? Что пооткройте РБК и начните просто погружаться. Так причем РБК еще старается, ну как бы, донести всем людям, да? И старается написать хоть как-то попроще, да? Но если вы профессионально копнете финансовый мир, то вы просто в терминах утонете. А когда вы начинаете работать с денежными потоками, с нашими финансовыми инструментами, то через простую игровую форму вам проходит обучение. Вы научитесь многим моментам, если еще не знаете, как завести криптовалюту, как ее приобрести, как вывести криптовалюту, как создать кошельки, как реинвестировать, как приумножать свои денежные потоки. Разные стратегии в каждом денежном потоке. Таким образом, чтобы у вас полностью шли деньги всю вашу жизнь, и вы об этом больше не думали. Так же, как не думают об этом я и многие участники сообщества, которые здесь уже довольно долго. У нас все устроено так, что мы все помогаем друг другу. Помогают ваш пригласитель, ваш лидер. Они непосредственно заинтересованы в вашем успехе. У нас также в каждой команде есть внутрикомандное обучение. И вот это очень важно, это дорогого стоит, потому что это обучение часто стоит на тренингах под сотни тысяч рублей, даже миллионы. Здесь вы это все будете получать бесплатно и будете просто это иметь в довесок до вашему доходу в ваших потоках, представляете, да? То есть вы пришли в сообщество, создали инструменты, получаете доход. И за счет того, что вы находитесь в сообществе, вы получаете шикарнейшее образование в довесок бесплатно, образование бесплатно в довесок к вашему доходу от ваших денежных потоков. У нас это есть, и у нас это возможно. У каждой команды проходит свое внутрикомандное обучение, поэтому выбирайте себе наставника лидера, список вверху и регистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но дает вам большие возможности. Вообще наш проект, в данном случае фонд коллективного самообеспечения, про который я вам говорю, это у нас поток кэш, это маленький, маленький проект нашего огромного сообщества и еще большего замысла. Дмитрий Васадин начал задумываться о создании сообщества еще в долгий 2006 год. Очень давно. И он только пять лет думал, друзья мои, он только пять лет думал. А почему он думал? Потому что он был абсолютно финансовой свободой. Тогда, когда у него в очередной раз стало все очень хорошо, а это 2006 год, вот он просто столкнулся с тем, что финансово независимые люди, они становятся немножко одинокими. Потому что все его окружение, все его друзья, они не могут пойти вместе с ним, потому что они еще были зависимы от денег. Они еще погрязли в зарабатывании денег. Именно поэтому он придумал сообщество. Но он долго думал, он понимал, как устроена наша мировая финансовая система, как она функционирует через центральные банки каждой страны. И на данный момент он придумал параллельный мир. Он придумал финансовый параллельный мир. Это настолько чудесное, я бы сказал, изобретение. Настолько гениальное просто. И в 2013 году, когда он придумал полностью все от начала до конца, и это практически история развития сообщества на 400 лет вперед, когда он полностью уже все придумал, общую модель закрытой экономики параллельного мира, он стал запускаться. А это 2013 год, создание нашего сообщества. У нас день рождения 15 января 2013 года. Стартануло развитие сообщества. И вот уже в этом году будет 11 лет, как сообщество существует. За эти практически 11 лет было сделано очень многое. Сейчас я вам расскажу, что у нас есть. А вот это очень интересно, друзья мои. Сейчас у нас есть практически вся наша внутренняя финансовая инфраструктура. Что у нас есть? У нас есть три фонда коллективного самообеспечения. В российских рублях на постсоветском пространстве. В евро на еврозоне. И в евро пока еще в испанской зоне. Почему испанская? Потому что испаноговорящий мир – это Испания, Португалия и вся Латинская Америка. Вот они решили выделиться в отдельный фонд коллективного самообеспечения. И таким образом они будут сейчас вариться в самой каше. Он совершенно свеженький. Ну а два наших фонда – это наши, кажется, старички. В рублях и в евро. Основной общий еврофонд. Дальше. У нас есть два криптовалютных платежных сервиса. По мощности не хуже кошелька Payer. А то и лучше. И по надежности однозначно лучше. Вот. За эти шесть лет я ни разу не слышал случая, когда взламывали. Просто тупо взламывали. Вот. Такого у нас нет. Если вы по своей дурости не отдадите логин и пароли через методы социальной инженерии, то никто не сможет зайти в ваши криптовалютные платежные сервисы, где мы храним, приумножаем наши денежные средства. Вот. Дальше. Причем эти криптовалютные платежные сервисы анонимные. То есть никто у вас не спросит в данном случае, откуда у вас, что, почему. Попробуйте сейчас сходить в банк и положить хотя бы миллионов, даже 10. Не надо 20-30. Хотя бы 10. Положите. Вы заполните очень много бумаг, откуда у вас деньги. Источник происхождения. Докажите. Вот. И так далее и тому подобное. Вас вывернут просто наизнанку. Это при том, при всем, что вы пришли со своими деньгами. Казалось бы, вы клиенты должны получать без каких-то лишних вопросов, ну, просто процент, да? Нет. Мир изменился, дорогие мои друзья. Сейчас банки – это немножко уже другая структура, чем была раньше. Сейчас банкам отдаются полицейские функции. То есть они становятся немножко жандармами. Поэтому изменяется мир очень серьезно. И вы к этому будьте готовы. Поэтому на данный момент у нас есть полностью свой интернет-банкинг в виде наших двух криптовалютных платежных сервисов. Дальше. У нас есть своя криптовалюта. Очень мощная криптовалюта. Это не просто коин либо токен. Это currency. Currency – это универсальное платежное средство. У нас она уже существует 5 лет. Но сейчас вы только начали слышать, да, CBDC – Central Bank Digital Currency. Currency. Вот. Центральные банки по всему миру сейчас currency вводят свои личные, да? А у нас currency уже было 5 лет назад. Дальше. У нас есть облачный майнинг, с помощью которого мы майним нашу криптовалюту и currency. Дальше. У нас есть свой блокчейн с огромной скоростью транзакций. И когда вы начнете пользоваться нашей сберкассой, вы поймете, насколько быстро проходят платежи. Дальше. Также Money Storage имеет такую же быструю скорость транзакций. Дальше. У нас есть своя нейросеть, которая участвует в шикарном, справедливом перераспределении денежных средств среди наших денежных потоков в нашем сообществе. А это, поверьте мне, шикарнейший и дорогой инструмент. И еще много проектов на стадии запуска и разработки. По сути, создана наша внутренняя экономика. И на данный момент количество участников нашего сообщества более чем несколько сот тысяч человек по всему миру. Это и все европейские страны, это и постсоветское пространство, и уже Латинская Америка. Поэтому есть и в Азии, и в Индии. Поэтому на данный момент мы активно очень развиваемся. Но наш фонд не дает рекламы. Именно поэтому мы идем от человека к человеку, от сердца к сердцу, только по методу рекомендации. Только так. Вот. И поэтому еще раз скажу, что наши фонды коллективного самообеспечения – это маленький, очень маленький проект нашего огромного замысла. И это очень важный момент. Итак, давайте вернемся к нашим денежным потокам. Я более подробно немножечко сейчас о них расскажу. Дальше более подробно расскажет ваш пригласитель и лидер. Вот. Даст вам всю необходимую информацию. Плюс огромное количество информации есть в кабинете. Поэтому не тормозите. Регистрируйтесь. Берите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который вам дал эту информацию. Если у вас нет, то бот раскидывает список лидеров-консультантов, в которых я тоже есть. Выбирайте любого, кто вам по душе, и начинайте процесс регистрации. Так. Первый денежный поток, в котором у нас идеальное сочетание риска и прибыли. У нас во всех потоках идеальное сочетание риска и прибыли. Вообще наши денежные потоки – это инструменты, выработанные нашим сообществом за 10 лет эволюции. Это не просто какие-то, ну, не знаю, формулы, придуманные на диване. Нет. Это формулы, продиктованные нашей жизнью, развитием нашего сообщества. Именно поэтому это эволюционные инструменты. Это психологические, математические алгоритмы, очень надежные, которые позволяют нам, всем участникам сообщества, иметь деньги всегда и с лихвой. Поэтому, как только вы их поймете, начнете ими пользоваться, вы начнете просто восхищаться, как они чудесно и прекрасно работают. С одной стороны, они очень защищены с точки зрения безопасности сообщества. С другой стороны, они дают вам хорошие деньги. И причем деньги дают каждый день. Дорогие друзья, у нас шикарнейшие преимущества, которым мы пришли за 10 лет. Первое. У нас вывод средств каждый день. Представляете, да? То есть каждый день вы можете подать заявочку и вывести деньги в свой криптовалютный платежный сервис и дальше им пользоваться. Такого нет нигде. И к этому мы шли 10 лет, чтобы у нас была техническая и финансовая возможность делать вывоз средств каждый день. Дальше. У нас полностью справедливый маркетинг, можно сказать. У нас одноранговая сеть. То есть неважно, кто вы, топ-лидер, либо новичок, либо лидер, мы получаем здесь либо все, либо никто. Именно поэтому мы здесь как бы все заинтересованы в развитии нашего сообщества и мы все в одинаковом степени радеем за то, что свое сообщество развивалось. Это у нас нет ни верхов, ни низов, как матричных проектов, когда только верхушка получает, а низы все прибегают и остаются ни с чем. У нас такого нет. У нас получают все. Мы взяли все самое ценное, что было в Советском Союзе. И сейчас подробнее немножко об этом расскажу. Мы это все модернизировали в веянии современных изменений. И мы сейчас этим пользуемся. Мы только вложили за эти 10 лет несколько десятков миллионов долларов в нашу инфраструктуру. Поэтому цените и берегите эти инструменты и активно ими пользуйтесь. Первый денежный поток – это стартовый поток. Вы можете видеть, у вас его в кабинете. Это красная вкладочка. Учит правильной стратегии инвестирования. Вложил – забрал. Вложил – забрал. Опять вложил – опять забрал. Уже каждый раз все больше прибыли. За все время работы, а это 10 месяцев, 20 периодов, он дает больше, чем 150% чистой прибыли. Один период – это две недели. И на данный момент это шикарнейший инструмент для новых участников, для того, чтобы понимать и прорабатывать у себя в голове мышление богатого человека. А это мышление, которое дает возможность понимания. И приходит понимание, что если ты ничего не вкладываешь, ты не сможешь что-то взять в этом мире. Вы не сможете отведать яблоки, если вы не отдадите земле семя и не посадите дерево. Понимаете, да? Вы не сможете заложить сад, потому что вы ничего не сделали для этого. Но если вы посадили семя, у вас произрастает дерево. Дерево дает плоды. Так абсолютно и у нас в денежных потоках. Мы каждым своим взносом садим семя. Потом наше дерево дает огромнейшие, богатейшие плоды, с помощью которых мы можем изменять нашу жизнь к лучшему. Дальше. Следующий шикарный поток – это быстрый поток. Наши многие участники просили иметь короткий инструмент. И мы дали его. Деньги на каждый день это называется. Быстрый поток разделяется на два потока. Это супербыстрый поток и обычный быстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. И выплачивается каждый день равными частями с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и каренси, которую мы приобретаем в нашем внутреннем рынке, в наших криптовалютных платежных сервисах, в функции сделки. Это наша внутренняя биржа. В супербыстром потоке – это, можно сказать, линейные инвестиции, это депозиты с заморозкой средств. Мы нажимаем 15 дней кнопочку, и на 15-й день мы выводим полностью все тело вклада вместе с прибылью. Поэтому короткий очень инструмент. Этим инструментом у меня пользуются мои участники-предприниматели, которые могут из оборотных средств выдернуть на две недели буквально свои деньги, прокрутить через супербыстрый поток и обратно закинуть их через две недели и оставить себе шикарную пассивную прибыль. Это дорогого стоит, друзья мои. Изучайте эти инструменты. Быстрые потоки дают быстрые деньги, деньги на каждый день. Дальше. Растущий поток. Растущий поток работает в течение шести месяцев. Это уже не линейные инвестиции. Это очень сложный, живой организм. Растущий поток, поэтому он называется растущий поток. Мы его взращиваем со временем. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это именно тот поток, с помощью которого наши участники покупают себе машины, квартиры, гасят ипотеки, гасят кредиты и так далее. Это очень мощный поток, но нужно его взрастить. Как только вы его взрастили, вы финансово свободный человек. Даже за счет одного потока. Я уже не говорю про все остальные. Все остальные просто дополнительно завалят у вас деньги. Растущий поток, который может превратить 10 тысяч в 20 тысяч, 50 тысяч в 112 тысяч. Ваши 100 тысяч превращает в 250 тысяч. Ваши 500 тысяч превращает в 1 375 тысяч. Ваш миллион превращает в 3 миллиона. Ваши 3 миллиона в 9 миллионов. Ваши 5 миллионов в 15 миллионов. Ваши 10 миллионов в 30 миллионов и так далее. Это очень мощный. Это очень просто мега мощный инструмент, с помощью которого вы можете изменить свою жизнь к лучшему. Это базовые деньги на жизнь. Поэтому, дорогие мои друзья, изучайте растущий поток. Задавайте вопросы своим лидерам и пригласителям. Они вам расскажут, как он работает. И, конечно же, взращиваем. Растущий поток параллельно нас учит терпению, уроку терпения. И он прорабатывает у нас такие вещи, как жадность и страх потери. Это два важных порока бедного человека. Это жадность и страх потери. Как только вы избавитесь от этих пороков, изобилие и богатство еще больше придут в вашу жизнь. Поэтому, дорогие мои друзья, жадность и страх потери приводят к бедности. И мы же здесь даем вам инструменты, мы даем вам систему, которая, наоборот, приводит в вашу жизнь к изобилию. Следующий денежный поток – это накопительный поток. Деньги на будущее, по-другому мы его называем. Это шикарный поток. Мы его называем еще пенсионный фонд. Кто-то его называет фонд стипендии, если он открыт для молодого человека. Стратегия данного потока запрограммирована от 3 лет до 25 лет. Представляете, какой это мощный финансовый инструмент. Если минимально даже взять на 3 года 1000 рублей всего лишь в месяц с помощью подтяжки и каренси, приумножается через 3 года в 5000 рублей, то есть в 5 раз. Именно поэтому в накопительном потоке есть периоды. Период накопления и период выплат. То есть 3 года мы накапливаем, 3 года получаем выплаты. Итого 6 лет. Если мы выбрали 5 лет, то 5 лет накапливаем, 5 лет получаем выплаты. Шикарный инструмент. В вашем кабинете вы можете видеть там целую табличку с коэффициентами. Поэтому берем ссылочку вашего пригласителям, заходим в ваш кабинет, регистрируемся. И изучаем всю техническую и финансовую информацию. Пятый поток, который мы также взяли из Советского Союза. Это, помните, в Советском Союзе была такая вещь, как спорт лото. Утром, в выходные дни было спорт лото. 5 из 36 надо выиграть, угадать, вернее, 5 из 36 цифр. И у вас джекпот. Вы сорвали джекпот. Мы модернизировали эту великолепную лотерею. И она называется лотерея либо поток удачи. Это шикарный денежный поток удачи. И причем мы ее сделали беспроигрышной. Эта лотерея беспроигрышная. Вы в любом случае выиграете. Вопрос, сколько, это вопрос вашей удачи. Насколько вы доверяете жизни, насколько вы правильно можете управлять волной удачи. Правила лотереи читаем в кабинете во вкладке LT лотерея. Такая черная вкладочка. Для этого также вам надо зарегистрироваться. Берем ссылку вашего пригласителя и лидера. Если ее нет, то в боте выбираем любого консультанта-лидера. Я в этом списке тоже есть. И регистрируемся. Нажимаем все кнопочки, смотрим, читаем. Там мы уже накопили за вот буквально этот год жирные, просто жирные джекпоты. В классической лотереи у нас там 6 миллионов, в блю лотереи у нас больше 20 миллионов, в золотой лотереи у нас больше 30 миллионов. Поэтому, друзья мои, забирайте джекпоты. В прошлом году у нас много было выигрышей, забирали джекпоты. В этом году ситуация накаляется. Мы уже с каждым днем накапливаем этот джекпот все жирнее и жирнее. Поэтому можете участвовать и выигрывать. Тем более, что лотерея беспроигрышная. Дальше. У нас еще есть другие денежные потоки. Это базовые потоки, о которых я вам рассказал. У нас еще два мощных вспомогательных потока. Это, конечно же, бонусы. Бонусы за развитие проекта. И в вашем кабинете есть такая ссылочка красная. Написано бонусы за развитие проекта. Или вознаграждение за развитие проекта. Первый бонус, это, конечно же, реферальный бонус. Это бонус, который дает вам система от 2 до 7% за ваших личных приглашенных. Это реферальный мощный бонус, мощный денежный поток. Наше сообщество не дает рекламу. И весь рекламный бюджет распределяет среди активных участников и лидеров. Поэтому можете тоже участвовать в распределении этого рекламного бюджета. Для этого вы просто рассказываете, создаете себе кабинет, активируете этот кабинет и рассказываете другим участникам о этих великолепных возможностях. И следующий, очень интересный, еще один крутейший бонус, это называется лидерский или командный бонус. Это денежный поток с глубиной до 7 уровня по лидерской структуре и с бесконечной глубиной вашей личной структуры, ваших участников. Как только вы в вашей первой линии пригласили больше, чем 10 человек, 10 человек активировали свои кабинеты, вы уже, пройдя собеседование, экзамен, обучение, вы можете претендовать на должность лидера. Таким образом, вы здесь можете развиваться и по карьерной лестнице в том числе. И вам открывается от 2 до 5% дополнительных начислений от всех пополнений денежных потоков вашей лидерской структуры. Вот, поэтому это 7 потоков, о которых я вам рассказал, но это еще не все. У нас есть еще 10 целых вспомогательных потоков в сопутствующих проектах, поэтому есть и своя реферальная программа в Сберкассе, есть своя реферальная программа в Манистораже, это наши криптовалютные платежные сервисы. У нас есть облачный майнинг, там мы тоже можем майнить икаренси, у нас есть возможность приторговывать, можно сказать так, на внутренней бирже, потому что курс икаренси постоянно растет. Вот, у нас есть возможность майнить и продавать икаренси, у нас еще очень-очень много возможностей, поэтому разбирайтесь, это очень-очень интересно. У нас такой финансовый квест, и если вы разберетесь в этом чудесном финансовом квесте, то вы станете очень даже богатым человеком. Вот уже много лет наше сообщество инвестирует в денежные потоки, и наши участники, а это несколько сот тысяч человек, активно развиваем эти финансовые инструменты. Они добавляются, они модернизируются и очень хорошо себя зарекомендовали. И на данный момент вам очень сильно повезло, что именно сейчас вы услышали эту информацию, а не через 10 лет. Поэтому берите ее с собой по жизни, и вам жить станет намного проще в этой финансовой денежной системе, которая с каждым годом становится для нас еще сложнее и труднее. Вот. Запомните одну простую вещь. Вы никому не нужны, кроме вас самих и ваших единомышленников, которые вас окружают. Никому абсолютно. И уже в возрасте после 65 лет, максимум 70, вам ни один банк не даст ни один кредит. И вас посадят на пенсию в лучшем случае 20 тысяч рублей, и, как говорится, будете доживать свой век. Но есть другой параллельный мир. Я вас в него приглашаю. Именно поэтому у нас очень много пенсионеров, богатых пенсионеров, которые получают 100 и 200 и 300 тысяч в месяц в нашем сообществе. Легко, на пассиве. И причем они это могут делать с радостью. Вы не представляете, как... Вот я думаю, сейчас мы пойдем к вопросам и ответам, и многие поделятся своими успехами и результатами. Вот. Я вас активно призываю поделиться, особенно с новыми участниками. Ведь ваши истории, ваши победы, они реально многих могут воодушевить и многим помочь выйти из замкнутого круга. Ведь сейчас мы живем в таком денежном замкнутом круге, ведь рабство не отменяли, на его просто видоизменили, на денежную систему. Ведь вспомните, вот та же самая даже Индия. Только в 47-м году Индия приобрела типа независимость от колониального гнета Великобритании. Мы, по сути дела, продолжаем жить в колониальном мире, только вместо войск, плетки, ружья над нами деньги. Нас контролируют с помощью этого инструмента. И деньги превратились из простого средства обмена за товары и услуги в средства контроля. Мир изменился, дорогие мои друзья, меняйтесь и вы вместе с ним. Те, кто не изменится, тем будет с каждым годом все сложнее и сложнее жить. Поэтому вам очень повезло, что вы услышали эту возможность. Берите ее с собой по жизни, и вам станет намного легче, так же, как сотням тысяч участников нашего сообщества. И еще раз я повторю, что денежные потоки, наши эти инструменты, это не просто какой-то маленький проектик. Это маленькая часть огромного финансового замысла, это маленькая часть огромного параллельного финансового мира. И я могу со стопроцентной уверенностью вам сказать, что те, кто полностью разберется с нашими финансовыми потоками, вы поймете, что такого проекта у вас еще не было. И я вам скажу честно, никогда не будет. Потому что целью создания нашего фонда, нашего сообщества, это грамотно, красиво, справедливо раздать деньги нашим участникам. Потому что только высвободившись от денежной зависимости, вы можете полноценно жить счастливой жизнью. Только при этом условии. Можно деньги победить только двумя способами. Либо деньги побеждают деньги. Для этого у вас деньги должны быть по определению. Если же вы не смогли в этой системе, в обычной системе, которую вы, я уверен, отдали по 20, 30, 40 лет, создать такие инструменты, которые вам позволяют деньги иметь всегда, то на данный момент вам живется сложно. Я вам предлагаю упростить вашу жизнь с помощью нашего сообщества. Так же, как многие мои участники, участники параллельных команд, это сделали и великолепно радуются. Вы можете следить за скринами в этом чате. Поэтому называется инициатива. Поэтому здесь инициативные люди. Вот, дорогие мои друзья, что я вам сегодня хотел рассказать. Берите обязательно ссылочку у вашего пригласителя и регистрируйтесь. Если его нет, выбирайте любого, кто у вас в чат-боте, вот вверху в закрепе, и можете непосредственно участвовать в наших денежных потоках. Теперь, мои хорошие, задавайте вопросы, делитесь вашими историями, и давайте пообщаемся 10-15 минут, и будем расходиться в это прекрасное субботнее утро, как говорится, делать свои великие дела. Так, Надежда, подняли руку. Надежда. Всем добрый день. Очень радостно, что у нас больше 200 человек сейчас находится. И, конечно, невозможно не поделиться этой возможностью, которую открывают нам наши потоки. Ребята, я пенсионер, 17 лет. 21, 22, 23 год. Танцы на граблях. И только здесь я увидела спокойное, надежное сообщество счастливых людей. Правда. У нас, у всех, обладателей нашего фонда, есть волшебная кнопка, благодаря которой она нас просто делает счастливым по утрам. Мы каждое утро себе включаем самый счастливый день в нашей жизни. И моя жизнь настолько круто изменилась, что просто, ну, знаете, как, просто мечты сбываются здесь. Я закрыла уже несколько кредитов. И каждый день, каждый день мои доходы каждый день растут. Растет команда, растут люди, которые слышат меня. И вот, смотрите, сообщество счастливых людей. И мы, конечно же, приглашаем всех в нашу команду. Всех обожаю, люблю. Спасибо команде. Андрей, и тебе особая благодарность. Спасибо, Надежда, за отзыв. Это очень ценно. Кто еще? А можно я продолжу, Андрей? Да, Татьяна. Позвольте. Да, я тоже всех поприветствую. Всем доброго дня, прекрасного, солнечного, как у нас в Анапе. Дело в том, что у меня 25 октября будет два месяца, как я здесь в сообществе. Представляете, я даже расплыла сейчас в улыбке. И вот за эти два дня я тоже пенсионер. Спасибо Надежде, которая сейчас выступала. Да, я благодарю ее, в общем-то, за все, за все она знает, за что. Благодарю вас, Андрей. Очень доступная информация, очень качественная, не назойлива, не таким вот, ой, там, да, но все настолько лояльно, все красиво. Просто благодарность вам огромна за такой донос нашей всей аудитории. Кто-то новенький, они обязательно прислушаются. А я хочу тоже про себя сказать, что, а я уже увеличиваю настолько свой доход, что, ну, не хочу хвастаться, потому что некоторые говорят, что вы там деньгами хвастаетесь. Я не жила бедно. Но когда сейчас я получаю каждый день, Андрей, вы в курсе, да, в совокупности, у меня в день идет уже по 1200 рублей в день. Это к моей-то пенсии. На пассиве, на пассиве, на пассиве. Ну, не то, что на пассиве, так скажем, что, ну, и то, и то работает. Но это же замечательно, это же здорово. Поэтому не пугайтесь того, что к вам идут денежные энергии, денежные потоки. Принимайте это, откройте эту дверь, попросите пригласителя или выберите ссылки, которые там есть у нас, и заходите. Попробуйте. Я еще раз даже здесь скажу. Никто с вас ваших денег не возьмет. Вот, Андрей, подтвердите, что вы же ни копейки с меня не взяли. Ни копейки при регистрации. Поэтому не бойтесь ничего. Раз вы сюда попали, значит, как-то вы хотели денег. Откройте эту дверь, попроситесь у своего пригласителя, поизучайте. Не понравится всегда, говорю, в добрый путь, уходите. Нам здесь нужны только счастливые люди. Всего доброго, присоединяйтесь, мы будем рады, чтобы вы были богатыми. Мы уже богатые, мы хорошие, мы счастливые. И вы будете такими же. Спасибо, Андрей. Спасибо, Татьяна. Андрей, большое спасибо. Так, Сергей. Всем привет. Андрей, большое спасибо за грамотную презентацию. Очень приятно было слушать вас и достаточно доходчиво все объяснили. У меня вот такой вопрос, скажите, точнее, вопрос состоит из нескольких вопросов. Вот чтобы выйти на доход, например, в 100 тысяч рублей, с какой суммы нужно начинать, какие потоки использовать и через какое время можно выйти на такой доход? Ну, давайте начнем, да. То есть, первый момент. Ну, можете взять за инструмент основной, как бы растущий поток. Но один из самых главных секретов, как бы успеха в нашем фонде – это участвовать во всех потоках. Потому что каждый поток в разное время, в разном количестве дает разные суммы денег, понимаете, да? Вот, поэтому вы можете приблизительно это просчитать в растущем потоке. Вот, в растущем потоке вам нужно иметь ориентировочно миллион рублей в потоке, чтобы у вас уже было начисление больше трех тысяч в день, а это означает приблизительно около ста тысяч в месяц, да? Вот, я говорю всем своим участникам, накопите, саккумулируйте миллион потоки в растущем, и у вас будет стабильный, бесконечный пожизненный доход в районе ста тысяч в месяц. Вот, чтобы создать поток в растущем потоке, сто тысяч, ой, миллион саккумулировать, вам нужно где-то сделать порядка трехсот тысяч вклад в растущий поток. И он превращается ориентировочно плюс-минус в миллион. Вот, вы можете на калькуляторе в кабинете поиграться, вот, там очень интересно написано в кабинете, то есть сумму, которую вы вносите, допустим, зашли создать поток, 350 тысяч вы написали в табло, да? И на первую строчку обращайте внимание, внизу там на другие большие цифры, не обращайте внимания, там промежуточные результаты, вы не сразу их поймете. А вот на первую строчку, очень сильно обращайте внимание, там написано, что, чтобы зайти на эту сумму, вам нужно подтянуть такое-то количество и каренси, и в скобочках написано сумму, на которую у вас фонд купит это количество и каренси, да? То есть, по сути, ваш взнос плюс эта сумма, на которую купит у вас фонд, да? Они суммируются, и это будет общая сумма у вас в потоке. Вот, поэтому на данный момент используйте растущий поток как базовые деньги на жизнь. Ну и, конечно же, часто у нас делают еще наши лидеры, участники, они все выплаты, которые они выводят с растущего потока, прежде чем потратить, прежде чем потратить, они пропускают через быстрый поток, да? Через стартовый поток иногда. Поэтому через быстрый поток, пропуская, вы параллельно берете оттуда и тратите на жизнь, но берете уже с еще большей прибылью. То есть, таким образом, вы параллельно еще включаете сложный процент в свою жизнь. Поэтому, либо вы сделаете три равных взноса от 100 тысяч, да, где-то так вот, чуть больше даже, где-то 120, 150, 170, где-то вот так вот, три взноса сделаете в растущий поток, и у вас будет в потоке миллион где-то. И поддерживайте, ниже миллиона не опускайтесь. Следите за потоком, допустим, вы в месяц накопили сумму ориентировочно 100 тысяч рублей, да, вы взяли из него там какую-то часть на жизнь, другое, обратно закинули, они, у вас поток еще больше вырос, и начисления уже пошли не 3 тысячи в день, а 3 500 тысяч в день, понимаете, да? Следующий вывод, у вас будет уже не 100 тысяч, а уже будет 120, вы уже больше себе забрали, а остальное обратно пополнили поток, у вас уже начисление 4 тысячи в день пошло, вот, у вас уже в месяц будет не 120, а 140 тысяч, вы в следующий месяц взяли уже не там 30-40, а уже 50 взяли себе тысяч, и опять закинули. У нас еще взрос, это живой организм, это нелинейные инвестиции, с ним надо, с ним надо, его надо юзать постоянно, попробуйте его на суммах там от 10 тысяч для начала, да, потом уже переходите на 50 от 50, потом переходите от 100 тысяч, и я вам желаю, чтобы вы сделали себе подарок и перешли на другой уровень от 500 тысяч. Тогда просто вы мега финансово свободны, вы просто, можно сразу же увольняться с работы и начать заниматься любимым делом, вот, поэтому, надеюсь, ответил Сергей на ваши вопросы. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, теперь еще вопросы, Оксана, Оксана, слушаю вас. Оксана, толстых. Вы поднимали руку, слушаем вас. Нажимайте по центру кнопочку, микрофончик, он перечеркнутый, и мы будем вас слышать. Оксана, вас очень плохо слышно, попробуйте еще раз, так, друзья мои, поднимайте руки, так, Ольга Степанова, Ольга. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Есть такой вопрос. Здравствуйте. Где гарантия, вот говорите, 500 тысяч, там вот это вот рост, то есть мы сначала ложим одну сумму, потом наращиваем другую, другую, другую. А где гарантия, что вот перед Новым годом очень много проектов закрывается, что мы не закроемся? Есть какие-то гарантии? Есть одна гарантия в этой жизни, вы знаете, да, что мы все умрем, больше гарантий нету вообще в этой жизни. И тот, кто вам пытается дать какие-то гарантии, они лгут, все лгут, абсолютно, начиная от банков, заканчивая телевизором. Поэтому в этой жизни никому ничего не принадлежит и нет никаких гарантий. И все остальное – это одна большая иллюзия, которую вам заставили поверить. Если вы глобально посмотрите на эту жизнь, то так оно и есть. Несмотря на то, что в Советском Союзе, помните, да, были какие гарантии, мощнейшая страна, тем не менее, никто не застрахован от предательства, да, и нас продали, по сути, и так далее. Смотрите, что касается всевозможных, там, не знаю, там, Новых годов, праздников, сколько мы уже их прошли? Как вы думаете, за 10 лет, пройдя 10 новых годов, 10 майских праздников, лет и так далее, где, как говорится, в онлайне не сезон, как вы считаете, у нас выработался определенный алгоритм поведения нашего сообщества, чтобы мы беспрепятственно проходили эти, можно сказать, не сезоны, да. Тогда, когда народ отдыхает, бухает, тратит деньги, вот, конечно, выработался. Поэтому сообществу прежде всего интересно, чтобы мы все вместе работали очень-очень долго. Поэтому на данный момент созданы системы защиты настолько серьезные, что вы даже просто про них не знаете. И, ну, и не надо знать для того, чтобы не, как говорится, спать спокойно ночью. Поверьте мне, у нас очень сильная IT-команда, у нас очень серьезная финансовая инфраструктура, и мы не проект, мы сообщество. В этом-то вся разница. У нас своя внутренняя экономика, мы можем регулировать эту внутреннюю экономику так, как мы хотим. У нас есть свои рычаги регулирования, балансировки системы. У нас есть свое платежное средство, у нас есть свои биржи внутренние, у нас есть свои потоки, у нас есть своя доходность и так далее, да. Понимаете, у нас есть очень много рычагов. Мы не какой-то проектик маленький с внутряночкой, да, вот эта вот вещь. У нас нету внутрянки как таковой, у нас есть рубли на сберкассе. А рубли – это деньги, доступные всем людям на планете Земля, которые зарегистрируются в этом платежном сервисе. И неважно, он даже может ничего не знать про наши фонды коллективного самообеспечения. Понимаете, да? Мы – сообщество с огромной инфраструктурой. По сути, мы уже онлайн-государство, децентрализованное онлайн-сообщество, можно сказать так, да. Вот, которое на данный момент, сколько я уже этих новых годов видел, поэтому все будет хорошо, не волнуйтесь. Сколько мы уже их прожили и проживем еще раз. Поэтому на Новый год надо снимать деньги, праздновать, наслаждаться жизнью. Поэтому обязательно сделайте вывод средств и пойдите, купите подарки всем вашим, как говорится, родственникам, друзьям, знакомым. И, конечно же, не забудьте себя побаловать, для чего наши потоки и созданы. Прикол в том, прикол и очень важный. Спасибо. Пожалуйста, Оленька. Очень важный, потому что наш фонд… Никто не может понять саму суть. А суть, она очень простая. Наш фонд, наши фонды коллективного самообеспечения без доходности, они не запрограммированы на доходность. Они созданы, чтобы вам раздать деньги, чтобы вы стали свободными, понимаете. Проекты закрываются, потому что у них кассовые разрывы, потому что им надо доходность, потому что хозяева, хозяева, учредители, владельцы и так далее хотят свою долю забрать, понимаете, куш, да. А всем остальным остается мало. Потом бум, кассовый разрыв. У нас такого нет. У нас нет ни хозяев, у нас нет ни учредителей, ни владельцев. У нас этого нет. Мы сообщество свободных людей. У нас есть наш единомышленник, наш идейный основатель. Кто это все придумал, и своими рекомендациями помогает нам всем этим управлять. А мы в том числе ему помогаем развивать сообщество. Поэтому мы свободные люди, которые объединились, объединили свои активы, ресурсы для того, чтобы помочь друг другу в этой жизни. А для этого уже у нас есть все инструменты финансовые. Поэтому не волнуйтесь. Все продумано, все защищено. И на данный момент вы находитесь в самом лучшем, в самом защищенном месте. И всегда у нас есть запасные еще несколько вариантов, когда мы можем поддержать где-то денежные потоки. Не волнуйтесь. Поэтому спокойно выводите деньги. Если бы у нас не было возможности давать людям деньги, мы бы не делали вывод каждый день. Поверьте мне, это очень рискованная операция. Нету проектов в интернете, которые дают вывод каждый день. Нету, их не существует. Это экономически невыгодно, потому что владельцам, понимаете, это вот если бы я поставил цель создать проект, там с людей деньги собрать, это экономически невыгодно. Прибыли не будет, потому что оборачиваемость маленькая, сообщество совершенно по-другому заточено. У нас у фонда нету доходности. Всю доходность отдается людям. Доход у людей, у фонда нет дохода. Доход у людей, которые используют нашу криптовалюту и каренси, подтягивают своим потоком, приумножают. И фонд с помощью нейросети и всей инфраструктуры грамотно, справедливо перераспределяет. Именно поэтому мы существуем долго и развиваемся очень хорошо. Поэтому все будет хорошо. Так, еще вопросики? Кто хочет? Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. У меня сегодня два маленьких таких события, связанных с нашим сообществом. Сегодня ровно семь месяцев, как я в этой дружной команде, среди счастливых людей. И сегодня ровно четыре месяца, как я в квалификации лидер. Это так круто, это так здорово, благодарю. Конечно же, я хочу поблагодарить Андрея тебя за, как всегда, интересную презентацию, за полезности, которые ты даешь. И хочу вот что сказать. Мы сюда приходим, вот в это сообщество, как ни странно, уже с багажом, с определенным чемоданом, как говорят, да, своих страхов, обид, потерь, разочарований. И вот этот весь багаж мы несем сюда. И когда мы заходим, конечно, нам страшно, а вдруг мы опять на те же грабли наступим, а вдруг не получится что-то, да. Мы делаем маленькие шажочки сначала, потом эти шаги все больше и больше. И когда ты начинаешь уже доверять, верить в то, что здесь ты не случайно, видимо, а ты чем-то таким хорошим отличился, да, что тебя вот вынесло волной вот это наше сообщество, в наше, говорю, потому что я уже прикипела сюда никуда больше, не планирую. Много, конечно, предложений, но я уже распыляться не буду. Уже свою долю уроков и опыта я уже получила. Поэтому только здесь сегодня. И плюсов в сообществе столько много. Я хочу сказать только об одном плюсе. Вы знаете, нам без разницы, кто у нас сверху, кто наш пригласитель. Нам без разницы, кого мы пригласили. Если у нас есть цель здесь развиваться, то это совсем не важно, потому что мы сами в ответе за свое благополучие здесь. Нам не надо делать, как вы знаете, в продуктовой компании, когда была, вот нашему вышестоящему лидеру нужно было сделать квалификацию. И все, кто под ним, мы все дружно покупали эту продукцию, потому что нашему вышестоящему нужно сделать квалификацию. Эта продукция до сих пор у меня по дому болтается. Благо, что нет срока годности. Здесь этого нет. То есть мы сами в ответе за то, что с нами происходит. Хотим много денег, пожалуйста, разбирайтесь, изучайте, спрашивайте. Не может ваш пригласитель помочь. Есть вышестоящий, есть еще вышестоящий. Никто не откажет. Даже если это параллельные ветки. Вот что мне здесь нравится, что здесь нет деления. Ты не моя ветка, ты там параллельно. Потому что мы все, смотрите, деньги перераспределяются среди нас всех. В какой бы ветке мы ни были, в чьей бы команде мы ни были, деньги перераспределяются между нами, между теми, кто здесь находится. Поэтому здесь без разницы, откуда ты, из какой ты страны, кто твой пригласитель или кто твой лидер. Это очень важно. И еще мне нравится. Обратите внимание, когда ведутся презентации у нас, обучения какие-то. У нас все идет спокойно, тихо. Вот знаете, без надрыва какого-то. Недавно пригласили на одну встречу. Ну, просто хорошая знакомая. И знаете, как говорят, не смогла ответить нет. Пошла послушать. И вот это ощущение, знаете, как будто вот тебя как в трясину куда-то затягивают. Потому что, знаете, даже вот эти слова, которые произносятся. Хайпанем. Давайте вот сейчас хайпанем. Вот схватим. Вот в этот пояс запрыгнем. Как будто... Жадность, жадность, жадность. Ты сейчас в этот пояс не запрыгнешь. Ты там где-то в хвосте останешься. И все. И вот это вот, знаете, на эмоциях. Все вот, чтобы быстрее, быстрее. Забегай, заходи. Иначе останешься. Иначе там все. Ты уже не жилец на этом свете. Без всего останешься. Здесь у нас все так спокойно, размеренно. Потому что, когда бы ты не зашел, сегодня ты зайдешь. Молодец. Зайдешь через месяц. Тоже молодец. Ты не опоздаешь в этот пояс. Ты всегда будешь вовремя здесь. Вот. Но все в твоих руках. Поэтому мне это очень-очень нравится. Благодарю еще раз, Андрей. Благодарю, что вы слушали. Спасибо. Ирина, вопрос, вопрос. Вопрос, вопрос. Как ваша жизнь изменилась за эти 7 месяцев? Ну, знаете, я никогда не жила бедно, так скажем. Да? У меня, в принципе, у меня есть любимая работа. Я работаю еще в найме. Но в найме работаю не потому, что мне надо денег. Да? Там, у меня не хватает. Потому что я люблю свою работу. Я учитель в школе. И мне это нравится. Вот. Но я в любой момент, если что-то, я могу поставить точку в этом. Просто я сама этого не хочу. Вот. А жизнь изменилась, знаете, изменилась она в ощущениях, знаете, во вкусе этой жизни. Потому что, еще хочу сказать, большой плюс в том, что мы утром всегда говорим «благодарю». Благодарю, это сообщество за начисления ежедневные. Благодарю своих пригласили, кто меня сюда пригласил. Благодарю моих людей, людей, которые пошли за мной, которые мне поверили. Вы знаете, день начинается именно с радости. А мы как его начнем, так мы день и проводим. И так? Поэтому, ну да, жизнь стала просто ярче. И мне нравится, что у меня много появилось новых людей в моем окружении. Таких же, вот, знаете, настроенных на позитив, настроенных на лучшее. Все теряли, все приобрели опыт, да. Я не говорю, что мы здесь что-то в жизни потеряли. Мы говорим, приобрели опыт. Вот. Но уже, знаете, здесь мы этот опыт будем, как сказать, применять в жизни. Вот так. Изменилось, да, изменилось. Все. Спасибо, спасибо, Ирочка, за такие теплые слова от сердца от души. Добрый день, можно мне сказать? Да, Раиса, Раиса, слушаем вас. Да, здравствуйте, меня зовут Раиса. Я тоже вот пришла первый раз вас послушать, да. Тоже была во многих проектах, соответственно, с большим багажом, как говорит, опыта. И хотела спросить, а доходность, значит, сообществе откуда берется? От нашей криптовалюты и каренси. Вы еще не зарегистрированы? Ну, у меня есть пригласитель. Хорошо. А кабинет у вас есть? Кабинет у вас есть? Нет, у меня еще кабинета нет. Я вас пришла первый раз послушаю. Вот, вот, обязательно регистрируйтесь, обязательно регистрируйтесь в кабинете, там все написано. У нас доходность в наших денежных потоках от криптовалюты и каренси. Вот, что значит нету доходности у фонда? Это значит, фонд, нету цели фонду заработать денег. Фонд создан как инструмент для того, чтобы дать деньги, да, понимаете, да? Вот, не для того, чтобы заработать владельцам. Потому что создание любого бизнеса, это цель заработать денег владельцам, хозяевам бизнеса. Понимаете? Даже в уставе, в уставе написано, и должно обязательно быть написано при создании фирмы любой, да, цель получения прибыли. Все. Вот, у нас такой цели нет. Вот. У нас цель, задача, чтобы вы получили прибыль. А когда вы получите прибыль, вы начнете по-другому жить. А когда вы начнете по-другому жить, вы начнете развивать сообщество. А когда вы начнете развивать сообщество... Мне это все понятно. Вам еще ничего не понятно. Вот, когда вы зарегистрируетесь и побудете здесь хотя бы полгода, вот вам станет немножко понятно, хоть чуть-чуть. А пока вам вообще ничего не понятно, поверьте мне, ничего не понятно, и вы ничего не понимаете, что здесь происходит. А тут происходит дурдом полный, скажу честно, для обычного человека с обычных проектов. Поэтому на данный момент мы очень хорошо получаем прибыль как участники сообщества с денежных потоков за счет подтяжки нашей криптовалюты e-currency, которая постоянно у нас растет в цене. За этот год она выросла больше, чем в 10 раз. То есть ваша криптовалюта участвует на бирже? У нас есть внутренние биржи, которые активно торгуются внутри нашего сообщества. У нас достаточно участников, чтобы делать спрос на нашу криптовалюту. Второе. Наша криптовалюта была выведена на общую биржу Stax. Сейчас эта биржа закрылась, поэтому сейчас будем думать, на какую биржу внешнюю выводить. На большие биржи мы не выводим нашу криптовалюту по одной простой причине, потому что нам не нужна волатильность нашей криптовалюты. Потому что мы ее используем как инструмент для наших денежных потоков. Мне лично неинтересно, чтобы я проснулся, и она резко в два раза подорожала, а мне надо ее использовать как инструмент, чтобы приумножать денежных потоков. Она для меня в два раза будет дороже. Мне это резко так неинтересно вообще. Поэтому волатильности нам не надо. У нас совершенно другой мир. Мы взяли из Советского Союза все технологии советских людей. Это кассы взаимопомощи, это черные кассы, это кооперативы, которые объединялись. Помните, строили гаражный кооператив, кооперативы строили квартиры и так далее и тому подобное. Вот это все мы взяли и модернизировали. Модернизировали здесь. Именно поэтому в Советском Союзе квартиры были бесплатные. Почему? Потому что система распределения другая, денег была. Потому что ценности другие были. Ведь если бы государство хотело бы с квартиры сделать прибыль, то оно бы не отдавало бы человеку квартиру просто так, бесплатно. По сути. Проработай пять лет на предприятии, и тебе квартира. Бесплатно. Сейчас это в голову не влазит. Просто не влазит в голову. Как это? Сейчас все идут и в долги лезут, чтобы в ипотеку херачить еще 40 лет эту квартиру. И на нас зарабатывают в два раза больше на этой ипотеке. То есть тогда не было цели заработка. Там другое перераспределение денег было. Там мы тоже платили налоги 13% и распределение совсем другое. Я понимаю, что здесь у вас идет от новых денег. У нас свое собственное перераспределение денег. Своё, по нашим законам. Не по законам мировой финансовой системы, а по нашим собственным законам. Мы работали над этим 10 лет. Именно поэтому мы создали свою внутреннюю финансовую систему и финансовую структуру, которая дает нам возможности иметь собственное внутреннее перераспределение. По другим законам. Понимаете, да? Понятно, что ничего не понятно. Я вам говорю, что вы ничего не понимаете, поэтому регистрируйтесь и начинайте разбираться. Это вас ни к чему не обязывает, но вы, по крайней мере, начнете хоть что-то делать. А пока я вам не смогу ничего объяснить. Вам должен объяснять ваш пригласитель и лидер. Друзья, еще вопросы задавайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Разрешите вопросик один. Буквально мне подсказывает. Благодарю за четкую информацию, Андрей, за такой полный расклад. Есть такой вопрос. Да, у нас здесь разного поколения возраста. Я тоже благодарю каждый день за рассвет, прекрасного утра. И, в общем, каждый день благодарю. И благодарю Надежду, что она меня пригласила. И буквально в первый же день я стартанула. Я пенсионер по линии МВД. Вот такой вопрос. Накопительный поток. Допустим, если я хочу на три года проплачивать, вносить оплату в накопительный поток по 14 тысяч ежемесячно пополнение. Затем, по окончанию трех лет, вы будете получать каждый месяц в течение трех лет по 80 тысяч 500. В сумме составляет 2 миллиона 898. Если вдруг что-то случается, потому что у меня круг знакомых, ну такой, в общем, разный возраст. Допустим, три года исполнилось. На четвертый год уже начинает человек этот получать выплату, да? Так как он проплачивал в течение трех лет. Он такой взял старт. Если что-то случается с этим человеком, эта сумма как-то будет по наследству передаваться? Абсолютно. У нас все переходит по наследству. Абсолютно. У нас уже много было таких случаев. Все, что надо, это документы предоставить вашему топ-лидеру. Топ-лидер связывается с куратором, техподдержкой, и они перерегистрируют этот аккаунт на наследника. Благодарю, благодарю. Поэтому у нас уже за 10 лет было много таких случаев. Все, что вы сейчас делаете, все, что развиваете, это пожизненно. Поэтому у нас это долгосрок. Пассивный долгосрок. Андрей, позволите мне? Наталья Моисеева. Наташенька, конечно, да. Безумно соскучилась, немножко выбилась из графика, да, потому что с приходом в наше сообщество, любимое, в наш фонд, у меня сегодня, между прочим, маленький юбилей. Это 4 месяца, но уже потрясающие результаты, потрясающие результаты у моей команды, что меня очень-очень радует, потому что, когда получается не только у тебя, а действительно у других людей, да, у того, кого ты сюда пригласил, в надежде, в надежде, да, здесь наконец-то стать счастливым, жить в изобилии и в благодарности, любви и в состоянии счастья и радости. Вот эти 4 месяца, как только я сюда пришла, да, зарегистрировалась, 21 июня, вот в таком состоянии я нахожусь каждый день, вот абсолютно каждый день. И мне нравится, что я могу заниматься, что мне нравится, что меня вдохновляет, что меня наполняет. И самое важное, вот самое важное, те люди, которые меня окружают, потому что действительно, в каком ты окружении находишься, ты себя так и чувствуешь. Ты этим питаешься, ты это пропитываешься этим, да, и несешь это в массы, в свое окружение, в семью, да, в круг общения, и как ты это несешь, в каком состоянии. Вот это очень-очень важно и ценно. И поэтому вот я очень благодарна фонду, да, потому что, ну, многие знают мою историю, да, что мы пришли после потерь, это просто, как говорится, упали на колени, и было очень больно вставать, вот, и это еще и много людей за мной, как бы, да, были в таком же состоянии. И для меня сейчас, опять же, очень важно, что я стала причиной счастья для других людей, что я поделилась этим и дала людям возможность изменить свою жизнь, кто этого захотел. Вот сейчас Раиса, да, сказала, вот мне вообще ничего не понятно. Мне тоже было абсолютно ничего не понятно. Но я настолько чувствовала вот эту энергию, действительно, спокойствие, действительно, уверенности в завтрашнем дне лидеров, да, топ-лидеров, партнеров, с которыми я общалась. И мне захотелось быть рядышком. Мне захотелось быть рядышком. И я как губка впитывала всю информацию, ходила на каждый Zoom, не пропускала, лишь бы что-то подчеркнуть для себя. И сразу это воплощала здесь и сейчас, немедленно участвовала во всех акциях. И поэтому, поэтому такой потрясающий результат. Хотя за моими плечами за 19 лет скажу, что опыт очень огромный. Разные компании, и продуктовые, и матричные, и каких только не было. Но самое главное, что начать, вот отбросить страхи, начать с чистого листа и как студент начать обучаться. И слушать, и слышать своего наставника, лидеров, спикеров. Вот всех слушать абсолютно. И применять. И делиться этим счастьем, состоянием. И тогда у вас очень быстро построится команда, потому что это будет идти от вас энергия, которую невозможно потушить ничем. Уверенность, вера в себя. Вот это важно. Состояние. Поэтому я желаю каждому, каждому, чтобы вы верили. Именно шагнули, веруя сюда, в фонд. Веруя. И начали действовать. Всем-всем хорошего дня и вечера. У нас уже на Алтае. Уже вечер. Спасибо большое. Спасибо большое, Наташенька. Вот Наташа, как говорится, мне нравятся продуктовые компании. Они говорят, что особенно по здоровьям, которые занимаются, ты становишься продуктом своего продукта. То есть ты, Наташенька, сейчас стала продуктом нашего сообщества. Уже веселая, уже спокойная еще больше. Чувствуется денежная энергия. Уже все хорошо. А еще через полгода, через год вообще будет все хорошо. Просто хорошо. Понимаете, да? Не надо никуда лететь. Богатый человек, он не дерганный. Он спокойный человек. У него уже все хорошо. Ему не надо бежать и думать, где взять деньги. У него они просто есть. И вот когда в вашей жизни деньги будут просто есть, вы становитесь другим человеком. Для этого и создано сообщество, чтобы участники сообщества переродились немножко. Они изменились. У нас образовательно-социально-финансовый проект. Который позволяет нам меняться и подстраиваться под этот чудеснейший мир. А вернее, по большей части слышать себя и идти своим путем. Вот это самое ценное, что дает наше сообщество. Быть собой, идти своим путем, заниматься любимым делом, слышать свое сердце. А деньги у нас просто есть по определению. Потому что всего лишь мы настроили другую систему перераспределения денег. Не ту систему распределения денег, которая есть у нас в мировой финансовой системе. Это та система, где... Это обратная сторона капитализма, как я говорю. Это та система, где, если денег у тебя есть, нету ты никто. Ты абсолютно никто. Ноль без палочки. Понимаете, да? Вот. У нас наоборот. Мы взяли все самое лучшее из Советского Союза. Мы взяли все самое лучшее из капитализма. И это все объединили. И создали свой мир. Свой. По своим законам. По своим канонам. По своей системе распределения. И этого вот так вот всем хватает. Для того, чтобы жить далеко не... Как говорится, далеко не безбедной жизнью. Поэтому, скажу вам честно, регистрируйтесь. Изучайте. А потом будут самые качественные вопросы у вас. После тестирования. Протестируйте. На тестирование надо 3000. Давайте быстрый поток. Научитесь кнопочку нажимать, начислять, смотреть. Как? Поваритесь в этих чатах. Мы никуда не торопимся. Мы вообще никуда не спешим. Нам и так уже 11 лет. Я уже здесь старичок 6 лет. Понимаете, да? Вообще, то есть... И вы тоже перестанете торопиться. Через полгода, год. Как показывает наша практика. Поэтому посмотрите. Посмотрите за людьми в чатах. Посмотрите. Сходите на созвоны. Посмотрите. Поизучайте. Разберитесь. Остановитесь и разберитесь. Как правило, бедному человеку надо все время бежать, бежать, бежать. Потому что он не может не бежать. Ему нужно деньги. Ему надо срочно добывать деньги. Он не может платить по счетам. Счетов столько много, что у него не хватает этих денег. Богатый человек имеет деньги, которые за него оплачивают его счета. Понимаете, да? Он имеет капитал. Мы здесь учимся создавать капитал, который сейчас правит этим миром. Поэтому на данный момент у вас приобретутся все знания по криптовалютам. Практические знания, которые вообще дорогого стоят, скажу вообще. Это, наверное, самое дорогое. Даже не деньги ценное. То, что мы приобретаем здесь. Мы знания приобретаем, которые вы можете применить в своей жизни. И это изменит все. Это абсолютно изменит все. Потому что то, что ты знаешь, так ты и живешь. Давайте последний вопрос. Последнее дополнение. Может кто-то хочет поделиться своей историей. Буду рад послушать. Андрей, добрый день. Андрей, добрый день. Можно сказать? А то уже тут несколько раз мое имя упоминали. Оксана, да? Оксана. Все, да, да. Слышно, вас слышно хорошо. Здравствуйте всем. Я Оксана Толстых из города Белгород. Полтора месяца назад меня пригласили в этот проект. Честно скажу, очень многие проекты, особенно финансовые. Потому что я с финансово безграмотный человек. Поэтому влезла, как говорится, в большие кредиты. Что я сейчас выплачиваю до сих пор. Но сейчас уже, слава богу, хватает на это возможностей. Вот. И как-то вот действительно сердцем почувствовала, что вот сюда надо идти. Особенно меня порадовали, что можно с небольших сумм заходить. Потому что есть проекты, которые с больших сумм заходят. Вот. И я начала, естественно, сразу пробовать. Да, есть еще хорошее, важное такое дело. Это пробовать. Вот. Все равно, как говорится, эти три тысячи лежат в копилке уже несколько лет. Почему бы им не воспользоваться? Пусть не приносят, пусть приносят прибыль. Подруга задавала мне всякие вопросы. Может сказать, задавала вопросы потом я своим лидерам. Вот. Я благодарна Елене Атилгариеву, что она сюда меня пригласила. Вот. Но я правильно заметила, Андрей, я очень вам благодарна. И Сергею вы действительно так спокойны. Вы всех выслушиваете. Действительно вот такой вот спокойный, уверенный голос. И вот вы так грамотно обучаете, рассказываете, что становится со временем все понятно. Да, первый раз вообще может быть ничего не понятно. А потом становится, как говорится, все понятно. Вот. И знаете, что с первого дня появилась какая-то такая уверенность в завтрашнем дне. Потому что есть маленькая подушка безопасности, финансовой безопасности, да. У нас действительно сейчас все меняется в нашем мире. И мы не знаем, что может быть, сколько мы пережили этих дефолтов, да. Когда вот тот же доллар вырос или еще что-либо. Вот. И знаете, вот 120 рублей тебе пришло на следующий день. И ты чувствуешь себя классно. Вот я не знаю, как это объяснить. Потом на следующий день еще 120 рублей к тебе пришли. Потом еще раз вернулись. Потом меня начинают спрашивать, а действительно вот ты ту сумму вернула, да. А ты действительно ее вывела? Почему это очень важно для людей? Когда я задала такой вопрос выше, мне сказали, зачем выводить? Ведь ты же туда завела деньги для того, чтобы они у тебя работали, а не для того, чтобы выводить. Я часть вывела, потом часть опять завела. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому я еще раз... Выводить надо обязательно, обязательно выводить, да. Если у вас никто не купит, пишите мне, я куплю у вас. У меня очередь на миллион стоит рублей на сберкассе. Очередь бедные люди найти не могут денег. Деньги есть, а вот рублей на сберкассе никто не хочет продавать. Хотят все реинвестировать в свои потоки. У меня вот, кстати, вот такой вопрос возник. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень многие говорят, да, сейчас энкариси растет. И вот у меня какая-то сумма там небольшая, она собиралась, там процент, да. То есть можно вот купить энкариси. Это выгодно сейчас или все-таки дождаться, чтобы сумма набралась, и потом эту сумму вложить в очередной поток? Ну, шикарный вопрос. Мы же не знаем, что будет дальше. Это же зависит от развития самого сообщества, понимаете, да. То есть курс энкариси растет, потому что сообщество развивается. И сейчас вот какая-то, вот, наверное, время пришло, время пришло. Когда вот я пришел в 2017 году, в 2018, не было столько глубоких людей. Вот люди были как-то больше поверхности, бабло, 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 интересно было. А вот сейчас появляются. Вот люди настрадались, видать, все-таки вот эти все матричные проекты, другие проекты, которые, за счет которых многие потеряли деньги, они сделали свое благое дело. Люди стали немножко глаза разулить чуть-чуть. У них кризис, и они стали, как бы, немножко сердце свое открыли. Потому что только в кризисе, не в зоне комфорта, а в кризисе человек начинает искать возможности, понимаете. Вот. И как-то люди более духовные потянулись, что ли, к нам. И вот сейчас какой-то, ну, в этот год особенно, вот какой-то пик, резкий пик развития сообщества. Вот как будто, вот как цветок, да, он долго сидит, может сидеть, сидеть в земле, корневую систему пускать, пускать, а потом резко выкидывает стебель вверх и начинает свисти. Вот так вот у нас. Мы дождались того момента, сейчас вот резкий у нас рост и начинаем свисти. Вот. А до этого мы всю корневую систему, свою внутреннюю экономику делали, допиливали, видоизменяли. Мы все, много-много лет, много усилий, много финансов ушло на это. А сейчас мы просто берем этим и пользуемся. Так же, как цветок, он просто берет и пользуется своей корневой системой. Поэтому я, что я делаю, я просто вам могу порекомендовать, что делаю я. Там дальше думайте, потому что каждый сам управляет своим кабинетом, мы можем только порекомендовать. Что я делаю? Я какую-то часть от дохода, я всегда немножко подкупаю e-currency, несмотря на то, что у меня есть и майнеры, но они не успевают за тем количеством e-currency, которое постоянно надо подтягивать в потоки, потому что потоки все время растут. Поэтому все время какую-то часть, не знаю, 10-20% от тех денег, которые появляются в неделю, допустим, я все время покупаю e-currency в прозапас. Это, во-первых, и надо, потому что все равно потоки надо развивать свои. Во-вторых, они все равно пригодятся. А в-третьих, еще и currency в цене растет. Поэтому вы можете просто диверсифицировать, как говорится. По-хорошему и поток вам надо создать. Это тоже правильно верно. В то же время и currency у вас должно быть. Если вы долго будете собирать на e-currency, чтобы только-только купить e-currency, вы можете не успеть, она еще больше вырастет в цене. Поэтому часть какую-то, 10-20-30% от вашего дохода за неделю, покупайте на это e-currency, и пускай они у вас лежат. Они вам все равно пригодятся зайти в поток и дадут доходность хорошую. Но только они у вас будут куплены за более меньшие деньги. Поэтому вы можете такую же стратегию использовать, и, я думаю, все у вас будет хорошо. Ну, а потоки все равно надо открывать и приумножать свои средства, которые дают нам свободу. Оксаночка, надеюсь, ответил на наш вопрос. Благодарю. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо, Оксана. До свидания. Так, Ирина, Ирина Митрофанова. Слушаем вас, Ирина. Прием. На кнопочку нажимаем центральную, не слышно. Да я уже не собиралась разговаривать. А вот, а вот. Надо, надо есть, надо. Придется, видимо. Всем здравствуйте, Ирина Митрофанова. Андрей, спасибо тебе огромное еще раз за подробный рассказ. И когда ты сейчас рассказывал на ответ, ответил, мне он тоже, я почему включилась, потому что у меня есть новичок, который мне впервые задал такой вопрос, который я понятия не имела, что это такое. Она меня требует объяснить, а что будет, если вдруг настанет кассовый разрыв. Я понять не могу, о чем она вообще речь ведет. Ты понимаешь, я начала, ну, объяснять, ну, как, про наше, что это у нас сообщество. А, про потоки, что, какая касса, какой кассовый разрыв. И потом я начала понимать. Она меня понимает, она все равно не слышит. Она пришла с провальных проектов, назвала несколько штук. Хотя перед этим мне говорит, вы мне расскажите все подробно, потому что я пока не разберусь полностью, я ни копейки сюда не внесу. Я такая думаю, ну, какая серьезная девушка. А потом выяснилось, что она пришла там, там, финик это то-то-то оттуда. Я такая думаю, ну, ладно, опускаем эту тему. И, значит, оказывается, значит, и она меня не слышит, да, и вот сейчас вопрос вот этот был задан, и я такая раз такая встрепенулась, думаю, а, вон оно что, значит, кассовый разрыв. Это получается, это они сравнивают нас, Меркурий наш, с проектами, с компаниями. Которые созданы для того, чтобы заработать деньги. Абсолютно верно. Да, чтобы забрать у людей деньги, собрать, собрать. Заработать, да. Любой бизнес зарабатывает, да. Да, вот оно что, в чем дело-то. А у нас-то что получается? Дать людям деньги, раздать, как ты говоришь, грамотно, красиво, замечательно, да? Вот у нас главный-то вот этот посыл, вот этот. И как бы ты ему не рассказывал, человек зациклен, у него там еще проблемы с деньгами, и вот не слышит пока, да, получается. Не надо, не надо, не надо. Пускай, пускай. Просто на данный момент не теряйте связь, и как бы со временем полгода пройдет, год пройдет, два пройдет. Да какую связь, она у меня уже здесь, уже все в потоке, уже все есть. Может, у нее проблемы там еще, она хотела бы еще, но боится, так я мне, Ирина, посоветуйте, как мне быть, вот что делать, я и так, и сяк. Если боится, не надо делать, не надо делать. Вот когда страх пройдет, когда страх пройдет, тогда делай. Да я об этом и говорю, ей не надо делать. А, она говорит, вот проснулась, ой, тысяча сто начислилась, ой, я так радуюсь, я ей говорю, так, стоп, а нафига тогда это все надо тогда, если ты боишься, зачем ты это делаешь, не надо, говорю. Вот гоняйте пять тысяч рублей, это супер быстро. Да, отлично, супер. Ну, на спите, как заплатил налоги, спит спокойно, да? Ну вот, я про то же, что по нашим, ты сейчас в конце сказал, что у нас, мы живем по нашим собственным законам, вот и все, друзья мои, да? Все, приехали, у нас совсем другое сообщество, и пока вы не услышите, не поймете, и вот этот вот кассовый разрыв, я просто вообще понятия не имею, и слышать даже не хочу. Ну вот и все. Кассовый разрыв, это когда не хватает сегодня денег оплатить по счету сегодня, который в данный момент нужно оплатить сегодня, понимаешь, да? То есть все, все вот надо сегодня, вот да, это кассовый разрыв. Вот, смотрите, у нас такая фишка, да, нас не спросили, когда Советский Союз разваливали, нас не спросили. Вернее, даже спросили, делали вид, что спросили, хотите ли вы, чтобы сохранился Советский Союз? По сути, нас продали. Продали мировой финансовой системе, капитализму, поэтому Горбачев фонд прожил шикарно, дожил шикарно свою жизнь, лауреат Нобелевского премии мира и так далее, да? По сути, нас продали. Продали землю, продали промышленность вместе с рабами. Рабы – это все обычные люди. Все, вот это все нас просто продали. Поймите, да, система общая финансовая, она колониального типа. И, по сути, продали колонию, да? Колонию, очередную колонию с хорошими ресурсами. Вот, вот. Это произошло в начале 90-х годов. Кто у вас спросил что-нибудь? Спросил ли ваш кто-нибудь? Нет, ни у кого ничто не спросили, просто взяли и продали, да? Как вещь, да? Никаких ни референдумов, ничего. Сделали что-то такое типа, но в итоге все равно все это забили и красиво все продали. Поэтому, если вы сейчас о себе не позаботитесь, если бы у нас все было хорошо в этом мире, в мире, не надо там на нашу страну переть, там, на Россию или еще на какую-нибудь другую страну. Нет, все страны, все страны имеют долги перед мировой финансовой системой. Я еще раз, я скидывал туда, да? Сайт usclockdebt.org. Зайдите на этот сайт и посмотрите, как национальные долги, каждый из стран тикают. Все страны посажены на счетчики перед мировой финансовой системой в лице США, в лице Международного валютного фонда, в лице колониальной вот такой системы. Мировая финансовая система, она колониального типа. Есть колонии, а есть, как говорится, центр, который печатает деньги. Поэтому на данный момент нас просто присоединили к этой системе, и сейчас мы вынуждены жить по этим законам. Поэтому-то и создалось, если бы все было хорошо, не надо было бы нашего сообщества. Зачем, когда и так все хорошо? Поэтому создалось наше сообщество для того, чтобы объединить единомышленников, которым не устраивает так, как есть сейчас. Не устраивает. Они хотят по-другому жить. Они помнят где-то, может, даже советскую жизнь, да? Они, именно поэтому советские люди, кстати, у нас в сообществе имеют мега результат. Мега результат. Почему? Потому что у них есть положительный жизненный опыт. Всех кооперативов, жилищных кооперативов, гаражных кооперативов, касс взаимопомощи на предприятиях, черных касс на предприятиях. И еще много разных было форм объединения людей для того, чтобы что-то вместе сделать полезное для общего. То есть вместе всегда выгоднее, вместе всегда проще, вместе веселее и легче. Как жить по жизни, так и в финансовой сфере тоже. И именно поэтому у них есть вот этот опыт. И поэтому, как только мы рассказываем об этой идее Дмитрия Васадина, который тоже, в принципе, советский человек, то на данный момент многие резонируют с советскими людьми. Поэтому у нас не так много в сообществе молодежи. Молодежь у нас в сообществе это уже наши дети, которым мы рассказываем и показываем. А не та молодежь, которая просто приходит вот извне, им очень сложно понимать. Они не жили той советской жизнью, они сейчас думают, что ну как это, ну за все же я должен заплатить. А что такое получить квартиру, там не знаю, от предприятия, представляете? Три года вы пришли, молодой специалист, проработан на предприятии, вам дали квартиру. Вам дали квартиру, это ваша квартира, вы можете в ней жить всю свою жизнь. Вы получили квартиру даже. Было понятие, получить квартиру, это нонсенс. Сейчас получить квартиру не режет ухо сейчас уже, мне уже режет ухо сейчас. Вот просто взять и получить квартиру. Три года проработал на предприятии, встал в очередь, и это очередь нуждающихся. И этот список вдруг получил квартиру, все получили. Казалось бы, где в этом прибыль? Где прибыль в том, чтобы раздавать квартиры предприятию? Нету в этом прибыли, вообще нету, так и у нас, у нас этот фонд создан для того, чтобы на данный момент у нас были деньги, вот и все, хотите деньги, приходите, регистрируйтесь, разбирайтесь, остановитесь и деньги у вас будут всегда по определению. Рад был всех видеть, всех слышать, спасибо за ваши истории, вы реально очень крутые все люди, вы все мои единомышленники, я очень рад, что я нахожусь в этом великом сообществе вместе с вами, вот вас 210 человек сидит, еще уже 2 часа практически меня слушает, скажу вам честно, вы очень крутые мега-люди, и я очень рад, что я вместе с вами в этом прекрасном сообществе, где мы объединились для того, чтобы быть счастливыми, свободными, богатыми, и вопрос с деньгами у нас уже абсолютно решен. Также и вам желаю, если кто еще не присоединился, присоединяйтесь, и вы забудете про проблему денег навсегда, потому что деньги у нас есть по определению. Всем спасибо, до свидания, хороших выходных и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok